Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Джека Плей, и это Челлендж Бездомный. Как вы помните, в прошлой серии наша Катрина родила прекрасную девочку, и мы также отметили это в кафе, то есть в ресторане. Да, мы отметили это дело, так сказать, с её дочками, потому что, как вы знаете, Катрина как бы она взрослый персонаж, и у неё дочки имеются, вот. Дочери. Так будет лучше, мне кажется, звучать, чем дочки. Вот, и мы с ними пошли в ресторан, там отметили, и всё какое-то такое. Ну, чё-то у нас, чё-то у нас ребёночек плачет, давайте мы возьмём, поменяем пелёнки. Она уже решила, да, это сделать. Да. Окей, всё. А, нет, кричит ещё. Давайте покормим его, кормить, давайте грудью. Потом покачаем его, и побаюкаем ещё. И, кстати, да, это у нас последняя серия нашего челленджа. Это 20-я серия, и я на этом завершаю. Я хотел бы растянуть это побольше, но так как я уже добился всего, что я мог за рамки, даже выхожу за рамки этого челленджа, то есть я шёл по правилам, все правила соблюдал, и, в принципе, я всё выполнил, я всё сделал, и я готов его спокойной душой завершать, потому что, как бы, династию не вариант идти, проводить с этой семьёй, хотя я не знаю, ну, вам, я вижу, по просмотрам не очень интересно следить за этой семьёй. Некоторые, конечно, следят, они хотят, ждут новых серий, но, блин, если посмотреть, то больше даже смотрят другие проекты, нежели этот. Но я всё равно рад, что мы прошли такой долгий путь. Я завершаю летсплей, а не просто кинул, а завершаю его. Вот, и... Почта доставлена. Да, и мы завершаем на хорошей ноте, то есть у них настоящая появилась семья, и он нас молодец, наш Лукас. Так, давайте возьмём почту и посмотрим, что же там к нам пришло. Так, давайте он мусор вынесет. Так, давай ты выкидывай мусор, никуда там не выбрасываю на пол, никуда, пожалуйста, окей? О, молодец, смотрите, у нас действие не отменилось, он сразу его выкинет, да? Бак. Естественно, я так и знал. Я так и знал, что Симс какую-то подлянку меня устроит. Ну что, сейчас Катрин уберёт, смотрите. А, она... Чё? Ладно, ясно. Она ничего не захотела убирать. Давайте выбросим. Новые элементы. Грахмал. Это как грахмал, только грахмал. А потом синдролин. Синдролин у нас есть. Давайте посмотрим, какие у нас есть, а каких у нас нет. О, у нас грахмала не было. Отлично. Так, кстати, можно повесить ещё одну замечательную картину. Так, давайте эту повесим вот сюда вот. Картину. А вот эту повесим вот сюда. Вот, посмотрите, какая красота это блюдо. Очень красиво и классно придумали создатели, тоже сделали, типа, такие фотографии. Мне на самом деле очень нравится. Так, кстати, нужно дорисовать, чтобы он её дорисовал. Давай ты дорисуешь её. Давай ты нас дорисуешь. Возобновить рисунок на салфетке давай. Я понимаю, что он не маленький ребёнок, но всё равно хочется, чтобы он закончил эту салфетку. И, блин, память, чтобы осталось в ресторане. Вот. И, в принципе, в принципе, что мы можем ещё сделать? Давайте мы поухаживаем за садом. Давайте польём всё. Давайте просто ухаживаем за садом. Мне кажется, так будет лучше, чем поливать. Кстати, видите, у нас теперь в Винденбурге осень. И я, опять же, повторюсь, спасибо моей подписчице, которая посоветовала мне этот мод. То есть, она мне даже ссылку дала на него. И я его скачал и установил себе в игру. Так что, огромнейшее тебе спасибо. Ты понимаешь, о ком я. Ты знаешь, что ты мне это сделала. Она меня смотрит по-любому. Так что, огромное тебе спасибо. Вот. Что я ещё хотел сделать? Я уже даже не помню, что я хотел сделать. Честно, не помню. Давайте посмотрим, какая раскраска. Вау, прикольненько. Давайте повесим вот сюда. Прикольненько. Кстати, давайте можно повесить ещё сюда картину. Так. Давайте сюда картину повесим вот такую вот. И в сайт рамку. Отлично. Кстати, давайте повесим возле детской. Так пусть будет возле детской висеть. Или здесь пусть будет висеть. Мне без разницы где-нибудь, но пусть висит. Так, давай, поливай там, ухаживай за своими растениями, чтобы они у тебя были хорошие. Кстати, смотрите, у него вот появился раскраска закончена. Вы произошли с самого себя. И это поистине произведение искусства. Вот, понимаете? Так. Кстати, смотрите, у неё тоже снимки. Снимки, 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 снимки. У неё тоже снимки. Ой, какая красота. Вы посмотрите. Поведь рамку. Вообще шикарно. Вы посмотрите. То есть, это мы продадим, потому что... Не хочу. У нас повторные. Не хочу, чтобы были. Очень красиво. Посмотрите, как блюдо выглядит. Очень аппетитно и вкусно. Так, давайте повесим также грамоту о рождении ребёнка вот сюда вот, в принципе. Так, ну, в принципе, в принципе у нас всё неплохо. То есть, я хотел, как вы знаете, переехать вот в этот дом. Но я не знаю, сколько он стоит. Нужно посмотреть, сколько тут стоит дом. Но, блин, смысл в том, что мы заканчиваем летсплей. Смысла нет переселять наших стимов. Но если вдруг когда-нибудь какой-нибудь челлендж я начну и понадобится семья готовая, то я возьму обязательно эту семью, потому что она очень классная. И я не хочу, чтобы она пропадала. Просто так. Вот, я её возьму, и мы будем ей продолжать играть. Ну, посмотрим, какой челлендж можно придумать. Вообще, можно поискать какие-то классные челленджи. Вот. И продолжить с ним играть в этой семье. Так что, да. Потому что мне очень обидно, когда ты прокачиваешь так долго сима, там, навыки, всё-всё-всё-всё-всё. И просто забиваешь на эту семью и уходишь создавать новую, там, или играть другую. Обидно, на самом деле. И поэтому у меня идёт династия, грубо говоря, в дополнениях. То есть, на работу, веселимся вместе, идёт одна семейка Райт. И вот, жизнь в городе выйдет, и у меня будет опять семейка Райт. Так что, не пропустите. Скоро летсплей. Вот. И там у нас идёт поколение такое, знаете, древо будет расти. Не знаю, получится у меня в этом летсплее в новом сделать... На работу. На работу, господи. На дополнение на новое. Получится у меня сделать новую семью. То есть, там, ребёнок... Ну, хотя у нас ребёнок есть от Алекса и Кэнди. А я вот не знаю, будет от Лэнси и Паула. Рока, по-моему, его зовут, да? Вот. Я не знаю, будет от них ребёнок или нет. То есть, поколение так что прошло. Так что, посмотрим всё. Надеюсь, это будет очень интересно. Так, ну и ладно. Давайте не будем спойлерить. Что это такое у нас тут? Болтать. А почему так? О, испугать. Ну иди, испугай. Потом, потом, потом. Пусть она тебя испугает всё-таки. Хэллоуин. Давайте, 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 посмотрим. Ну. Куда она ушла? Понятно. Так, давайте тогда возьмём, сделаем... Поделиться секретом. Потом можешь нас фотографироваться вместе. Отключить в объятиях можно. Кстати, вот почему я вам говорю то, что мне это сильно нравится. Тем-то, что у него садоводство десятого уровня. У него шестого уровня рисование. У него пятого уровня обаяние. У него четвёртого кулинария. Комедия четвёртого уровня. Третьего здоровый образ жизни. И знаете, как бы, это, конечно, мало. Только самое хорошее, это у нас садоводство закончено до десятого. Но, блин, знаете, как это круто, то, что вы прокачали его так офигенно. Кстати, кстати, она с ней работает у нас, получается. А мы чем-нибудь займёмся? Я не знаю, чем мы займёмся. Надо чем-нибудь придумать, чтобы можно чем-то заняться. Вот, как я говорю странными такими фразами. Так. Очень счастливый он. Отлично. Ты хочешь печатать книгу? Как её заманить? Как же её заманить, заманить такую, раз такую прекрасную? Можно куда-нибудь сходить и потусить. Я вот не знаю, куда бы сходить и потусить, но можно. Давайте посмотрим, сколько нас там собрали уже. Подключение к сети. А что это у меня? Орежь не подключён к сети. Алё. Ориджин, проснись. Алё, я в сети поедет должен быть. Ну ладно. Это у меня сим сейчас такой лагает. Это у него улики такие бывают. Забейте. Вот, короче. Ты решил нас... Да ты наш хозяюшка. Вы посмотрите, моет раковину. Прям вообще умница. Так, давайте, давайте сейчас куда-нибудь с вами сходим, потому что наша Катрина уходит на работу, а нам нужно чем-нибудь заняться. Хотя, давай ты немного вздремнёшь всё-таки. Потому что ты всё-таки не выспался. Пусть он немного поспит. О, Катрина ушла на работу. Отлично. Мы можем немного поспать. Всё, вставай, просыпайся. И давай что-нибудь перекусим. Тортик. Отлично, давай. Иди тортик покушай. Тортик покушай. Тортик. 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 Самое вкусное, давай. Тортик покушай. И мы можем куда-нибудь потусить, сходить. Кстати, а чего у тебя у меня нет наряда никакой новой одежды повседневной? А, есть. А почему ты её не одеваешь? Кроме этого, ты никогда ничего не одеваешь. Вот это одень хотя бы. Отлично. Тут редко, кстати, он одевает эти костюмы. Я, конечно, всё понимаю, но почему мне звонит дочка нашей Катрины и предлагает мне идти в ресторан? При этом, лол, Катрина жената на нём. Что, простите? Я не понимаю логику Симса. Алё, проснись. Как такое может быть вообще? Мама тебя уроет. Доча. Так что, нет, давай, до свидос. Ой, так. Что это у нас такое классное? Переживший пищевое отравление. Угу. Пережить такое было непросто. Но теперь желудок стал намного выносливее. Отлично. Так. Потому что, походу, мы-то даже отравились в прошлой серии, как вы помните. И поэтому у него такой вот появился мудлет. Да. Ой, тихо, ребёнок заплакал. Давайте покормить с бутылочки. Давайте поменяем пелёночки и поваркуем. Ой, как он орёт, господи. Чё так орать? Всё, отлично. Теперь пошли тусить, зажигать. Жены нет. Можно развеяться, потусить там, позажигать. Не знаю. Пойдёмте на вечеринку. Почему бы и нет? Потусуем, потанцуем, потанцуем и всё такое. Тра-ля-ля. Вот. Я не знаю. Потому что, серьёзно, к чему-то давно мы не тусили. Хотя жены нет. Можно потусить, короче. Вот. Давайте сходим серьёзно в Пан Европу и потусим. Напоследок так конкретненько потусим. Чтоб прям... Ух, как было классно. Всё, мы прибыли в Пан Европа. Мы молодцы. Рэйчел отправляется в детский сад. Молодец наша Рэйчел, что отправляется в детский сад. Так. Тут у нас музычка. Давайте уже... Давайте будем танцевать, зажигать. Там, не знаю. Ну, почему бы и нет, кстати. А почему бы на второй этаж я перешёл? То есть в подземку. Вот почему, кстати, этот танцбол никогда не работает? А, типа, для новичков там... А, это для клуба. Вот оно что. Ну, мы что, даже можем пройти, да, типа? Попробует разгадать тайный стук. Вау, прикольно, кстати. Вот это вот я не знал. Давай потанцую немножко. О, очень счастливый, посмотрите. Мод летов, кстати, так много у него. Видели, кстати, он телефоном так держал? Прикольно. А это что у нас тут? А, это у нас, типа, проректора. Очень возбуждённый. Будораживающий ритм. Какая потрясающая музыка. Песенаж мог бы танцевать всю ночь, в буквальном смысле. Ну, давай тут тусуй, танцуй, зажигай. Всё-таки мы пришли провести последний день в вашей семье. Так что давай. Туси. Видите, сколько модлетов? Я в шоке. 8 модлетов у нас было. 8, вы представляете? Офигеть. 8. Прикиньте, было бы 20 модлетов. Они, наверное, так вот бы растянулись. Вот так просто на всю полосу. Так. Дина, ты что нас преследуешь туда-сюда? Так, давайте ободрим. Потом давайте поднимем настроение. Потом просто пообщаемся. То есть, я не хочу ей изменять, но просто можно пообщаться немного. Обсудить. Давайте, конкретивные методы по концентрации. Концентрации, господи. Что там? Внимание, вот. Давай. Ну, куда? Вот, давай, подходи. Общайся с нами. А что он решил сесть? Блин, старичок сел. Она тоже сейчас сядет. Отлично. Так, давайте тут общаться, общаться. Давайте поговорим о механике. Можно потом давайте поговорим о кулинарии. Поговорим обо всём. Это совет по ремонту. Потом обсудить мир во всём мире. Можно абсолютно логически головоломки, господи. Восхищаться природой. У меня же язык запинается, как я много всего говорю. Так. В принципе, давайте отправим сюда Катерина Гонгадзе. А что это настроение у тебя пропало? Странно. Так, давай ты у нас что-нибудь сделаешь. Где у нас туалет тут есть? У нас есть туалет? Да, есть. Давайте у нас вымыть руки. Вымыть руки. Вымыть руки три раза. Потом использовать. Потом ещё раз вымоешь руки. Отлично. И давайте... Ещё знаете, что я сделаю? Давайте что-нибудь закажем покушать. Давайте закажем рыбу с жареным картофелем. Вот самое такое. Я всегда заказываю, потому что она дорогая и самая сытная, мне кажется. Ну и где ты? Давай быстрее, быстрее, быстрее. Мой руки там. Просто гигиена, видите, прибавляется хорошо. Когда мы моем руки. Мне честно, я щерц помою руки. Я щерц помыла руки. Отлично. Так, всё. Иди теперь на второй этаж. Ну, то есть на нормальный этаж, по сути. Вот. И... Кстати, а как это сделали? А, это фундамент просто так наложили. Да, это фундамент так наложили. Так, ты у нас куда пошёл? Ты нас танцуешь. Окей, ну ладно, давай танцуй. Ходи, давайте что-нибудь закажем какую-нибудь классную музыку, а то, честно, мне эта музыка что-то вообще не впечатляет. Давайте хип-хоп попросим. Хип-хоп давай. Ну, чё, это хип-хоп? Не, хип-хоп мне не нравится, значит, и хаос. О, это мне больше нравится. Так. А ты давай закажешь какой-нибудь напиток. Давайте заказать напиток. Можно, давайте закажем... Напиток пикантно-солёный. Пикантно-солёный. Почему бы и нет? Давай, иди. Ну чё, Катрина, ты поела? Молодец, не елась. Так, это что у нас? Родственная душа сходить на свидание два раза. Вау, ухажёр. Кстати, вот это, мне кажется, черта... Ой, то есть жизненный ослепл, дошло бы больше мужчине сходить на свидание, чем... Прикиньте, девушка. Ну, хотя девушка Казанова тоже, в принципе, возможно. Но, всё равно, мне кажется, мужчина бы лучше смотрелся. Вместе с девушкой. Ой, всё, дали тебе напиток? Ну чё, попробуй напиток. Может, какой-то модель классный появится, я не знаю. Ой, он в туалет, кстати, захотел. Теннисовый туман. Эта музыка помогает персонажам видеть будущее. Или, может, это просто лазеры? Ясно, понятно. Так, давай ты пей быстро напиток и сходи в туалет. Чё-то как-то камеру я сильно отдёрнул. Так, используй туалет. Да, в принципе, нормально. О, а чё не развернулись в другую сторону? Ну, это нормально, вообще развернулись в другую сторону и... Фим, походу, норм. Вообще. Так, давай танцевать будешь ты. Давай, зажигай, танцуй. Тут всякое такое. Ту-ду-дум. Трун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Это Sims 3, кстати, ремикс. Так, ну, уже снимок какой-то классный делать. Это не какой-нибудь классный, танцуй. Ну, чё ты просто двигаешься некрасиво? Так, тихо-тихо-тихо. Кстати, нормально, давайте такой сделаем. Снимок. Почему бы и нет? Вот такой вот снимок сделаем. Отлично. Всё, шикарный. Шикарный снимочек. Так. О, 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 колбасит, 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 колбасит. Так. Ты там быстрее руки мой. И давай тоже танцевать. Танцевать, зажигать будем мы с тобой сегодня. Йоу-йоу-йоу. Так он хочет спать опять. Господи, почему он так не высыпается? Я одного понять не могу. Мы спали сегодня до хрена времени. Я понимаю, что они пришли в 3 часа ночи домой, но при этом они проснулись где-то в час. Потом он ещё подремал. И всё равно он спать хочет. Господи. И кого-то он мне очень сильно напоминает. Если вы знаете о коме, то напишите в комментариях. Мне будет очень приятно, если вы поняли о коме. Этот человек реально существует, так что вы его знаете. И напишите, пожалуйста, о коме. Что это у нас тут? Время с семьёй. Она у нас, видите, домашняя. Так, давайте... Давайте устроим батл. Национальная битва. Давайте мы будем против Катрины Гонгадзе. Давайте попробуем. Ну чё, готова баттлиться? Да, она готова? Ну чё? Всё, они сейчас будут баттлиться. Давайте посмотрим баттл их. Нет? Какого фига? Я хочу баттл. Танцевальная битва. Катрина Гонгадзе. Катрина Гонгадзе. Катрина Гонгадзе. Давайте. Вот почему, видите, что за фигня получается? Я не знаю, почему такая фигня получается. То есть, просто он стоит и всё. Вот, дополни лагает. Ведь, видите, она спокойно сама танцует. А мы ничего не можем сделать. Я не знаю, почему так. Семь смеёт так просто убивает этим. Вечные, вечные. Лаги. И никак их не исправишь. Бывает, короче, всё. Назел второй уровень навыка танцевального. Молодец. Она, кстати, по-моему, уже достигла второй уровень. Да, она уже достигла. А он только что достиг. Ну ладно, ничего. Достиг сейчас, но ничего бывает. Ладно, смотрите, смотрите, танцует, танцует. Зажигает всё. Видите, смотрите, танцпол такой, видите? Огородили её. Она танцует, посмотрите. Чик, чик, чик. Вау, 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 вау. Какие движения вы видали? Ну, прям красотка. Ещё всех поприветствовала. Ну, Катрина, ну ты прям у нас красотка. Посмотрите, сколько у нас народу собралось здесь. Офигеть. Алена тут сидорова. Вау, 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 вау. Тоже её колбасит. Ну, бывает. Ну, и, честно, меня немного веселимся вместе бесит тем, что очень мало движений добавили. Довали бы хотя бы чуть-чуть больше движений, там, например, ещё три движения, какие-то там четыре движения. Было бы намного круче. А то как-то очень странно, когда они двигаются все одинаково, и это, блин, бесит немного. Ну, в принципе, в принципе, пойдёт. Хотя бы что-то, чем ничего. Ну, ладно, я думаю, вам понравился этот летсплей полностью. Вы насладились семьёй нашего Лукаса. Он построил дом с нуля, причём. У нас было ноль смолёнов. Мы заработали ещё помимо этого, помимо дома. Мы ещё заработали восемь тысяч. Сейчас у нас в кошельке, короче, лежит. Так же мы нашли себе жену. Ещё наша жена родила нам ребёнка. И, короче, много-много всего произошло за это время, когда мы играли с этой семьёй. Если ты впервые попал на эту серию, вообще, как ты попал на эту серию, мне даже интересно узнать. Напиши в комментариях, то, что ты попал на эту серию или не попал. Мне будет очень приятно, кто смотрит нас именно с этой серии. То обязательно переходи в плейлист Бездомный и смотри все серии с первой, потому что, я думаю, тебе явно понравится. Так что всем огромное спасибо за комментарии, за лайки, то, что вы поддерживали этот летсплей. Мне очень приятно. И я думаю, мы закончим на этом. Так что всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока. Увидимся в следующем летсплее. Ну, вы, я надеюсь, знаете, о ком я летсплеем иду. Так что всем пока.